Исследователи Израильского университета в Тель-Авиве и Китайского университета Цинхуа установили, каким образом углеродные нанотрубки помогают отфильтровать примеси из проточной воды. Вычисления могли бы занять долгие годы, однако в дело включились тысячи добровольцев со всего мира. Профессор Урбах, один из руководителей проекта, сказал, «Участие общественности в исследованиях растет все время». Результаты, полученные учеными, помогут удешевить очистку воды, а также найти более эффективные способы доставки лекарств в крови с помощью нанотехнологий. Завершились армейские учения на юге, которые проходили по инициативе Министерства обороны для повышения мотивации у призывников из ортодоксальных семей. В них приняли участие более ста юношей, которые теперь смогут приступить к службе в армейских подразделениях. Эти молодые люди были призваны из Иерусалима, Бейт-Шемеша, Кириат-Сефер, Рихова-Табна и Брака, Хайфе, Бейтар-Элита и других городов. Кроме участия в учениях, они прослушали лекции раввинов и офицеров, осваивали владение оружием и приемы рукопашного боя. Германия вложит более трех миллионов долларов в сохранение и реставрацию в Тель-Авиве зданий, которые в 1930-е годы были возведены в стиле Баухаус. Их спроектировали еврейские архитекторы, ученики немецкого архитектора Вальтера Гропиуса, которые бежали в Палестину от нацистского режима. Эти дома дали Тель-Авиву название «Белый город», потому что их насчитывается более четырех тысяч, и именно из-за них в 2003 году Тель-Авив стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако время идет, и на здания действует соленый морской воздух, а их оригинальные элементы, такие как окна и двери, не так-то легко заменить. Работы по сохранению Белого города начнутся через два года. Начнутся анекдоты на библейскую тему, еврейский анекдот. Машар Абейн спускается с горы Синай. Еврей, естественно, уступает его со всех сторон. Он говорит, друзья, у меня две новости есть для вас. Хорошая и плохая. С какой начать? Начну с хорошей. Мы избранный народ. Но разврат все-таки запретили. Этот анекдот долгое время мне казался, ну, не знаю, забавным, так сказать, с насильной поправкой на некоторые такое легкомыслие. Ну, когда я прочитал беседу Белого города, я понял, что за анекдотом стоит, в общем, почти за каждым может быть, но за этим уж точно бездна просто. И бездна выглядит так, что задается простой вопрос. На ком женились, скажем, потомки Адама, первого человека? Ответ очень простой, в Медрашак, женились на своих сестрах, потому что других просто людей на Белом Свете не было. На ком женился Яков, и на ком женился на двух сестрах, что по Галахе запрещается. Можно приводить еще какие-то примеры, но я думаю, что это два примера совершенно такие чистые, кошерные, на имя мы довольствуемся. А дальше появляется такой разговор. Ну, во-первых, какие-то остатки вот этого самого родственных браков, они сохранились в Галахе. Галаха разрешает дяде жениться на племяннице. Это совершенно, как бы, так сказать, законный брак. Более того, он считается в определенном смысле счастливым. То есть, как бы, наши мудрецы говорят, что вот эта вещь хорошая. Любовичская Ребя все время высказалась на эту тему так, что, в принципе, родственные браки, они хороши, как бы, в первом колене. То есть, вот дядя жениться на племяннице хорошо, но если дальше будут продолжаться вот такие браки внутри, так сказать, близких родственников, то это не очень хорошо, потому что может сказаться на потомстве. Так он высказался, я не знаю, так сказать, какие у него были для этого основания. Во всяком случае, но основания, несомненно, были, зная серьезность этого человека. Теперь, вот тут дальше Ребя в своей беседе, он погружает нас в общем в тему очень интересную. На ком лучше жениться? На близких родственников или на совершенно далеких людях? Пусть белый женится на негритянке, или пусть белый женится на белой женщине, не знаю, из одного рода, не знаю, из одной местности. Вопрос остается открытым и до сих пор он открыт. Почему? Ребя говорит так, что в принципе удобнее жениться в близком кругу. Сейчас мы не будем говорить, так сказать, о родственных связях, запрещенных, разрешенных, просто в близком кругу. Люди из одной касты жениться обычно на людях, из той же касты, особенно если это высшая каста. Но, с другой стороны, это мешает некому правилу обратного свойства, а именно многообразию мира, распространению мира, распространению божественного влияния на самые нижние этажи мироздания. И получается так, чтобы донести свет, нужно очень крепко, так сказать, держать в руках факел, не доверять ему то-дому, то-другому, 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 то-другому. Пример понятен. С другой стороны, для того, чтобы этот свет спустился, так сказать, в самые низы, нужно разнообразие, нужно спускаться достаточно низко. Какой выход? Ну, выход очень простой, что нужно спускаться вниз, но не вниз, действительно, если Бог так нам велел, освещая самое дно этого мира, но крепко держать в руках факел. И приведу простой пример. Два брата, Эфраем и Минаше, сыновья Якова. Минаше отвечал за традицию, за, так сказать, родовое дерево, а Эфраем отвечал за побеги, за спуск во все стороны мироздания, за распространение. Значит, традиция и распространение – это как бы два процесса противоположных, но если они контролируются одним человеком, одной религией, одним народом, то они, то получается гармония. Ну вот, рассказал вам анекдот. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Улицу в одном из самых старых районов Иерусалима, Нахалатшива, закрыли сплошняком зонтики. Эта акция проводится уже не первый раз, она была в других столицах мира, теперь очередь дошла до Иерусалима. Прохожим очень нравится то, что они видят. Впрочем, эти зонтики выглядят замечательно не только в вечернее время, они хороши и при дневном свете, и смотрятся совершенно по-иному. Субтитры создавал DimaTorzok